Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Всем еще раз здравствуйте. Начинается программа Климат-контроль. С нами на прямой связи журналист, ученый, журналист, пишущий о науке. Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро. Как всегда, вопросы, связанные с погодой на неделю, что сейчас происходит. Мы видим, у нас в Латвии погода становится такой достаточно теплой, солнечной. Вот вчера, правда, шли дожди. Ну, шел дождик такой. Но, тем не менее, сегодня нас в час утра погода очень сильно радует. Да, Константин, есть ли какие-то... Ну, надо сказать, что... У нас проблемы какие-то со связью возникли, немножко подтормаживает. Да, подтормаживает. Сейчас лучше? Да, сейчас лучше, да. Да. Так вот, этот циклон движется с запада на восток. И если вчера он еще... Ветер, направление ветра было связано с югом. То есть, засасывались теплые воздушные массы. Сейчас он проходит над нами, и он движется дальше. И все это сменится уже и направлением ветра. Потому что, когда циклон уходит в тылу циклона, у нас будет ветер сначала западный, а потом северный. И вот тогда-то, уже через несколько дней, у нас впереди нас ждут дожди, а потом будет прохладная, к следующей пятнице прохладная, весьма, я бы сказал бы, грустная погода. Температура снизится где-то до 9 градусов днем. И вот я так думаю, к следующей пятнице, по согласно расчетам синоптиков, это будет, что называется, вполне глубокая осень. Так что, можно сказать, надо радоваться сегодняшней погоде по полной программе. Насколько вот эти прогнозы наших специалистов, фенологов о том, что ожидаются и заморозки, могут реализоваться? Ну, дело все в том, что, действительно, циклон очень мощный. Циклон движется строго с запада на восток, небольшим отклонением к северу. И, когда действительно он уходит, он будет засасывать очень холодный воздух. Но, опять-таки, видите, в чем дело? Очень холодный воздух, над Скандинавией еще нету сильных морозов. И вообще нету еще сильных морозов. Поэтому, действительно, может быть выхолаживание, но это первые градусы ниже нуля, максимум. А в основном, дело все в том, что температура в течение суток будет средняя снижаться. Вот это факт, который мы должны принимать во внимание. И дожди. Дожди будут идти несколько дней. Не постоянно, но очень часто. Вот это да. В этом есть весьма недвусмысленный прогноз. Насколько, в принципе, осень уже вступила в свои права окончательно? И может ли произойти так, что еще нас будет ждать какой-то такой отголосок бабьего лета? Какие-то такие теплые денечки, которые вернутся? Вот хорошее слово отголосок. Потому что, действительно, солнце уже, вот буквально через несколько дней мы пересечем, через неделю мы пересечем экватор такой своеобразный. То есть, солнце действительно будет над экватором. И наступит весна астрономическая в южном полушарии. А у нас наступит астрономическая осень. И количество солнечной энергии, которая будет поступать к нам, оно неудержимо падает. Так что, собственно говоря, рассчитывать на то, что, ах, у нас теперь будет настоящее лето, не приходится. То, что в Европе жара, это, что называется, подарок из Африки. И в этом смысле, конечно же, там на юге Европы, в Испании, юг Франции, Италии, там немножко другая ситуация, чем у нас. Все-таки по нам сейчас будут катиться циклоны из Атлантики один за другим. То есть, ожидать, что климат меняется в лучшую сторону, в смысле того, что у нас будет такой мягкий сезон, как раньше, ну вот, не знаю, в Испании, ожидать пока не приходится. Ну, думаю, что это долгая песня, но нет, дело все в том, что сам факт того, что нету сильных холодов, вот именно ниже нуля, это уже, надо сказать, как раз оно и есть, потепление и глобальное изменение климата. Мы как бы расслабились, почему-то считается, что раз сейчас у нас плюс 15, ах, боже мой, как холодно, потому что мы хотим, чтобы было как в Испании. Вот, если, понимаете, если у нас будет сейчас, как в Испании, тогда летом в Испании будет смертельная жара, и мы будем иметь здесь огромный поток беженцев из Южной Европы, климатических беженцев, я уже даже про Африку не говорю. Так что пожелание, знаете, бойтесь исполнения своих желаний. Если вы захотите, чтобы у нас посреди осени было, как и на юге Европы, вы должны понимать, что на юге Европы будет кошмар, и эти люди будут оттуда бежать. Так что пусть будет, как будет. А вот если мы заговорили про климатических беженцев, насколько в Африке ощущаются вот какие-то изменения климата, и насколько там люди чувствуют себя, ну, более-менее комфортно с их погодой? То есть нет ли такого, что действительно нас ожидает, что Африка станет невыносимым для существования континентом? Да вот как раз интересная ситуация, что температуры, средние температуры в экваториальной части поднимаются очень незначительно. Самое сильное изменение температур – это в приполярных областях, в реальных областях, к которым, собственно говоря, и мы тоже относимся. Вот тут-то у нас, да, у нас повышаются средние температуры, и это факт, причем повышаются они где-то в три раза энергичнее, чем в среднем по земле. А, например, в тропических зонах это изменение сравнительно небольшое. Речь-то вот о чем идет. Речь идет о том, что для юга Европы африканская, вот эта сахарская погода – это беда, потому что там они к этому как бы не привыкли. Точно так же, как для нас проблема – это повышение температуры тоже летом. Вот неожиданные повышения температуры, уменьшение осадков. Это из энергетической точки зрения. Вы посмотрите, сколько сейчас разговоров о том, что, допустим, в водохранилищах с северной части Европы не хватает воды для гидроэлектростанций. А почему? Мало было осадков. Я уж про Южную Европу не говорю, там вообще великая суша. То есть изменения есть, но эти изменения, знаете, не такие лубочные, как не такие картинные, как себе иногда представляют и описывают, что называется, на берегу Балтики бананы свистеть. Не будут свистеть, точнее, расти здесь бананы. Здесь могут появиться всевозможные кусающие, прыгающие существа из южной части Европы, всевозможные клопы, клещи и все прочее. И это факт, это появится. Оно уже идет, они уже появляются. Появляются новые инфекционные заболевания, в том числе не только для человека, но и для животных, и для растений. Вот это тоже будет. Ну, а бананов нет, ожидать не придется. Вот с бананами как-то нам не повезло, действительно. Насчет изменений климата, если мы говорим о какой-то долгосрочной перспективе, к чему все-таки нам готовиться? К какой-то хорошим таким мягким зимам? Или наоборот, это все будет как качели, страшная жара летом, и какие-то могут быть заморозки зимой? Ну, скорее всего, чем дальше мы дверь смотрим, тем больше прогнозов, которые нам предсказывают, что у нас будут, знаете, качели в течение зимы. Оттепели будут сменяться похолоданиями, снег, потом опять оттепель, все превращается в сплошную кашу, потом, значит, вроде чуть подсохло, потом подморозило. В общем, вот такая вот картина, с этим придется как-то жить. Надо сказать другое, что, в принципе, как раз нужно готовиться ко всем этим изменениям. Вот, например, наши эстонские соседи. Тут и в Эстонии идет дискуссия по поводу того, что делать им с двумя тепловыми станциями, которые работают на горючем сланце. И есть, конечно, сторонники, которые говорят, что нужно их закрыть. Европейцы тоже давят на них о том, что нужно их закрыть. Они выбрасывают много углекислого газа. Но дело все в том, что эти станции обеспечивают больше 75% всего энергобаланса Эстонии. Как говорится, чем же это заменить, не считая того, что это рабочие места? Но если посмотреть, например, на глобальный баланс, то, например, есть такая цифра. В ближайший год, полтора, страны Юго-Восточной Азии, пять стран, собираются ввести новые угольные мощности электрические примерно на 300 гигаватт суммарной мощности. А мощность, например, эстонских станций, где-то что-то полторы, где-то полторы тысячи мегаватт, то есть один полтора гигаватт. Вы можете себе представить, насколько несоизмеримые вещи? То есть можно примерно так сказать, одна 125-я вот эти эстонские станции составляют от того, что планируется дополнительно ввести в странах Юго-Восточной Азии. То есть уничтожьте вы эти угольные станции, остановите. Эстония будет побираться там электричество. А для мира, для всего практически ничего не изменится. Меньше одного процента потерь выбросов будет. С другой стороны, как раз эстонские специалисты разрабатывают всевозможные технологии сепарации, выделения углекислого газа и закачку в глубоководный водоносный горизонт. Такое можно сделать, и, как говорится, дай-то бог. По идее, ему нужно помогать эстонцам со стороны той же самой Европы развивать эту технологию, потому что, с одной стороны, это обеспечит нас и соседей тоже электричеством, а с другой стороны, не будет вызывать выбросы углекислого газа в атмосферу. Вот такая, как бы, идея. И если эта технология хорошо работает, ее можно внедрять, будет и в той же Юго-Восточной Азии. Почему бы нет? То есть я что хочу сказать, что нам нужно не пытаться все остановить, не понимая, к чему это приведет. Мы забываем о том, что, например, та же самая нефть нужна нам везде. Лекарства, которые мы пьем, это тоже из нефти. А деколоны и духи, которые мы используем, тоже из нефти. Одежда тоже из нефти. Микрофоны, корпуса наших ноутбуков, телефонов, панели телевизоров. В конечном счете все это уходит в нефть. И вот тут-то получается, что, может быть, не нужно ломать всю цивилизацию, а наоборот использовать потенциал цивилизации, чтобы, как скажем, решать насущные проблемы. Мне кажется, это мое глубокое убеждение, что мы должны, собственно говоря, не пытаться все остановить, а как раз внедрять новые перспективные технологии и помогать этим технологиям. Перейти с углеродной экономики на безуглеродную экономику по решению Еврокомиссии не получится. Это можно только устроить локальную катастрофу. Вот это мы устроить можем запросто. Но это как всегда, ломать не строить. Поэтому, мне кажется, мы об этом тоже должны думать. Получается ли, что весь мир напоминает такую коммунальную квартиру, где вот одни соседи жгут немилосердно свет, другие вообще ходят со свечкой и стараются вообще сидеть в темноте, а счет вроде бы общий получается. То есть, имеет ли смысл вот все эти страшные регулы для Европы, вот европейцам затянуть пояса, там отказаться от углеродной экономики, в то время как, ну скажем так, большая все-таки часть мира, это же две трети, наверное, если брать по населению, так еще больше, она предпочитает все равно игнорировать эти тенденции? Ну разумеется, потому что если человек, как мы представляем себе, в развитом мире, в развитом мире живет только одна седьмая всего населения планеты. А две, кстати, седьмых, живут в условиях очень большой бедности. Вы думаете, этих людей волнуют проблемы какого-то непонятного углекислого газа или чего-то еще? То есть, нужно сказать так, по большому счету развитые страны, как, кстати, они обещались на всевозможных конференциях, должны оказывать большую помощь развивающемуся миру, чтобы переходить с углеродной, скажем, экономики, с углеродной энергетики на безуглеродную. Ведь сломал понятие безуглеродное, это же разговор-то идет только о том углероде, который уходит в атмосферу. Но если, как предлагаются, есть варианты закачивать углекислый газ в толще Земли, то он выпадает из атмосферного оборота и вопрос решается. Но, может быть, давайте так. Кстати, хочу обратить внимание, что развитые страны отнюдь не горят желанием, вот как в случае с ковидом, отказываться от патентов своих, от своих приоритетных прав на различные технологии. Развитые страны, с одной стороны, говорят, что все должны перейти на новые технологии, и при этом предполагается, что их еще купить надо. Нет, конечно, есть большие есть люди, которые, компании, которые заявляют, что мы разрешаем всем пользоваться нашими патентами, и это очень хорошие примеры. Но в основном, как говорится, все идет, как идет. Поэтому мне кажется, что зачастую разговоры о вот этой самой экологии, они бывают такие, знаете, ну, лукавые, очень уж лукавые, потому что давайте будем говорить так, а готовы ли сейчас жители развитой Европы снизить уровень своего благосостояния, например, для того, чтобы улучшить уровень благосостояния всего остального мира? Мы же когда говорим, вот по любому поводу, весь мир, имея в виду, только развитые страны. Мы же никогда не думаем при разговоре о всем мире, например, об Индии, о Китае, о Юго-Восточной Азии. Кто из нас думает об Индонезии, например, когда говорим о всем мире? Хотя, по большому счету-то, наше нынешнее благосостояние, даже нынешнее благосостояние, в огромной степени зависит от того, как себя ведет та же самая Юго-Восточная Азия или Африка. Причем их роль будет все время расти, а наше европейское умоляться. И поэтому мы как бы должны к этому относиться стрезво и понимать, что нам нужно что-то делать уже сейчас, чтобы обеспечить себе позиции в ближайшем будущем. А пока что мы только слышим победные реляции, что мы должны отказаться от того, от другого. При этом, смотрите, сейчас кризис, и уже опять-таки начинают копать уголек. А что, куда деваться-то? Обвиняют Норвегию, что Норвегия уж очень хорошо наживается на торговле газом. Ведь Норвегия – это крупнейший поставщик природного газа сейчас в Европу. Норвегия, конечно, в условиях рыночной экономики совершенно не против подножиться. Я видел такую информацию, что они в этом году получат прибыль в 200 миллиардов за газ. Понимаете, что себе представить? Какие у нас бюджеты? 200 миллиардов за газ. Это страна 4,5 миллиона населения. Бешеные деньги. Им так повезло. И надо заметить, что, как говорится, чем у нас хуже, тем будет других поставщиков. Это просто наступает золотое время. Ну так дальше возникает следующий момент. Проблема вот этого кризиса энергетического. Про него говорили не 6 месяцев назад и не год назад. А еще тогда, когда собирались вводить вот эту зеленую сделку Green Deal в январе 2020 года. Уже до этого шли разговоры о том, что а случись что? Какие-то изменения? И вообще по своему внутренней сущности как можно надеяться на поставки энергии со стороны источников, которые не могут быть стабильны по своему определению. Я имею в виду ветра и солнечная энергетика. Они принципиально не могут быть. Для того, чтобы они могут быть очень хорошим дополнением. Это никто не спорит. А вот как такой инструмент, чтобы постоянно поддерживать в течение даже суток потребление, потому что электричество его в карман не нальешь, в банку не нальешь. Электричество даже лучше аккумулятора. Это полная ерунда по сравнению, например, с кучей угля, которая лежит рядом с электростанцией или с водой в водохранилище. Когда вот не случайно наши электростанции в Латвии, они же назывались пиковые. Почему? Потому что считалось, что два раза в сутки люди начинают в городе, в первую очередь Рига, ну и вообще в Латвии, у соседей, начинают массово все включать. Чайники начинают бриться, мыться, включают свет и требуется много электричества. В этот момент открывались заслонки и вода из водохранилищ падала на турбины. Эти электростанции в течение пары часов давали вот это потребление энергии. Но потом люди добирались до работы, все устаканивалось, станции закрывали свои заслонки и начинали копить воду для того, чтобы опять открыться в вечернее время. Вот пиковая система. Атомную станцию гонять в больше, меньше нельзя. Атомная станция дает стабильный какой-то определенный уровень электричества. Так что вот как раз станции на твердом топливе, тепловые станции или газовые станции, они находятся посередине этих двух полюсов. Они могут достаточно быстро включаться, ну, например, с изменением по холоданию. Потребовалось больше тепла, больше электричества и меньше, чем за сутки их раскочегарили. Вот, ситуация улучшалась. То есть получается, что для того, чтобы работала наша система хорошо, у нас должна быть большая палитра энергетических инструментов. И вот это очень важно. И пока что вариантов нету никаких других. Константин, была новость буквально на днях о том, что мировые лидеры, которые будут пребывать на похороны королевы Елизаветы Второй, их просили, во-первых, пользоваться не личными самолетами, а коммерческими рейсами, а во-вторых, было объявлено, что будут их возить на автобусе по городу. Это сделано было как бы в экологических целях? Нет информации? Или это какие-то... Ну, как пример. Мне кажется, что это пиар. Вот это пиар. Вот посмотрите, сколько эти... Вот мы путаем понятие величин. На земле 8 миллиардов человек. 8 миллиардов человек это 8 тысяч миллионов. 8 тысяч миллионов. Или 8 миллионов тысяч, как хотите. Население, например, Латвии, ну, возьмем 2 миллиона. И вот сравните, например, 2 миллиона, то есть 2 миллиона и 8 тысяч миллионов. То есть это на одного латвийца больше, чем 4 тысячи остальных жителей планеты. Точно так же возьмем количество гостей, которые приехали. Ну, сколько их приедет? 700 тысяч человек. Вот это важный вопрос, который, понимаете, вот эти всякие акции, которые как бы призваны воздействовать на умы общественности, показать, что вот, смотрите, и они у нас вот точно так же на автобусе ездят. Это все очень хорошо, это все замечательно. Но ведь к реальности, к реальным проблемам это имеет очень мало отношения. Потому что, например, те люди, которые живут и сжиганием угля, или, допустим, там, дров, у них нету электроавтобусов, они не летают на реактивных самолетах. Эти люди просто жгут, что попало, для того, чтобы обогреть себя, сварить пищу. Вот так давайте смотреть реальности, на реальности нашей планеты. А то, что там несколько сот человек прилетят не на том самолете, сколько-то там сэкономят топливо, или проедут не на своей машине, а в автобусе. Ой, да, это очень здорово. Это можно подумать, это планету спасет. Нет, конечно. Но ведь в истории, если покопаться, были уже своего рода энергетические кризисы, и один из кризисов, кстати, многие связывают именно с Римской империей, когда для такого благополучного, сытого существования империи вырубались деревья не только в Италии, там практически вся Европа пустела и вырубались деревья на территории современной Испании, Франции, и только когда рухнула Римская империя, вот говорили, что в средние века, вот когда заросли дороги бурьяном, и восстановилось, практически восстановились леса, то есть это вот какой-то был момент, когда человек дал отдохнуть природе, и снова восстановился лесной массив вот в этих, просто говорят историки о том, что вырубка была настолько жесточайшей, что практически это все могло привести к экологической катастрофе. Ну, им виднее, но прямо надо сказать, что леса можно и высаживать, вопрос заключается в том, что кто этим бы занимался, в истории, кстати, той же Римской империи были периоды, когда стимулировалось выращивание тех же самых лесов, но нужно сказать, что во второй половине, уже где-то к третьему, четвертому веку, Римская империя была в жесточайшем упадке, и там все думали только об одном, как бы им набить машину. И ведь это же не произошло там, что всех, как говорится, жителей Римской империи никто полностью не убивал, да господи, когда этот траву Лавгустул лишился власти, так по большому счету времени кто ничего толком и не заметил, тогда уже все рассыпалось, и деревья начинали заново расти, потому что не нужно было строить новые корабли, кстати, для кораблей же очень много деревьев уходило, и действительно все начало, природа она восстанавливается, восстанавливается очень быстро, если ей не мешать, а если ей помочь, то это можно сделать еще эффективнее, вот мне кажется, ведь, а сейчас же о чем говорят, говорят о том, что на фоне всех этих разговоров продолжается массовая рубка деревьев, и да, там описываются, будем сажать саженцы с самолетов, там, знаете, очень много всякой красивой чуши, а практика показывает, что все это можно делать и без самолетов, обыкновенными руками, собрать людей, волонтеров, сажать эти деревья, охранять, чтобы их не поуничтожали, да, действительно, это можно делать, но сейчас выгоднее, например, вырубать Амазонку, потому что для очень многих людей это дешевый, быстрый способ заработка, и все знают, что президент Бальсонаро не против того, чтобы Амазонку рубили, вот и все, давайте будем разбираться с этими, а почему президент Бальсонаро, потому что очень многие компании, они как раз заинтересованы в продолжении рубки лесов Амазонки, а почему, вот допустим, рубят, вырубают джунгли в той же самой Индонезии, и что, просто так вырубают, нет, для того, чтобы там посадить масляничную пальму, потому что можно хорошо заработать на пальмовом масле, почему, кстати, здесь в Европе говорят о том, что мы не используем пальмовое масло, отнюдь не потому, что оно какое-то там дюже ядовитое, нет, просто потому, что если вы используете пальмовое масло, вы таким образом как бы стремитесь, способствуете вырубанию лесов в Индонезии, только когда бедные индонезийцы не получат свою зарплату, ну, это, как говорится, им не повезло ни в том месте родиться. Так что мы иногда, знаете, можем жалеть травиночки, сусликов, кого-то еще, а других людей мы жалеть как бы не любим. Мы вообще довольно-таки жестокий вид. Так что, знаете, я хочу сказать, что у нас впереди, конечно, будет сейчас такая наступая уже осень, к этому мы должны уже готовиться, все, складывать теплые вещи, распаковывать теплые вещи, складывать летние и следить за тем, как мы расходуем электроэнергию и тепло. Потому что уже все. Можно сказать так, зима наступает и уже мы чувствуем на этой неделе, почувствуем такие ее удары. Константин Рангс с программы Климат-контроль. Спасибо большое и до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Радио Болтком